И в продолжении темы. В Магнитогорске круглосуточно работает снегоуборочная техника. Чистят не только дороги, но и дворы. Местным журналистам провели пресс-тур по городу и рассказали, с какими сложностями столкнулись управляющие компании после выпавших осадков. Начало года принесло управляющим компаниям немало хлопот. За праздничные дни выпал снег толщиной более полуметра. Это почти месячная норма осадков. В Ленинском районе с последствиями снегопада борется управляющая компания Логист. Всего она обслуживает 380 домов. Однако работа идет не так быстро, как хотелось бы. За рабочую смену удается почистить лишь один двор. Общая упираемая площадь, асфальтированная, 320 тысяч квадратных метров. Ну это плюс-минус где-то 50 футбольных полей, как сейчас принято мерить. Поверьте, это достаточно большая территория. Если никаких осадков до конца месяца не будет, конечно, мы справимся. Но если начнется активный снегопад какой-то, конечно, все осложнится. Без внимания не остаются и поселки. В городе их насчитывают около 30. Несмотря на то, что техника работает круглосуточно, остаются места, где снег еще не убрали. В таких ситуациях жителей поселков просят обращаться по номеру диспетчерской службы Магнитогорск Инвестстроя. Безусловно, учитывая количество поселков, поставить единовременно технику во все поселки не представляется возможным. Тем не менее, мы стараемся, чтобы дороги даже после снегопада были проездными. Хотелось бы обратиться к нашим горожанам и гостям нашего города, чтобы не осуществляли парковку личных транспортных средств, как на внутрипоселковых дорогах, так на межквартальных. Потому что это делает невозможным, либо ограничивает движение специальной снегоуборочной техники, которая имеет габаритные размеры гораздо больше, чем легковой автотранспорт. Круглосуточная уборка проходит и на дорогах города. В среднем за сутки с уличной дорожной сети вывозят 12 тонн снега. Для этого задействуют более 70 единиц техники. Упор основной мы делаем, помимо основных улиц, это все поперечные улицы. В перече и уборке у нас существует такие ряды работы. Первая – это уборка. Убираем колейность межколесную и межполосную. Соответственно, потом чистим это все до бордюра в приладковой зоне. Прочищаем съезды все с основных магистралей на второстепенные. Даже при таком объеме техники проблемные участки остаются. Основные жалобы на выезды из дворов. Коммунальщики говорят, не всегда получается отработать слаженным. Однако обещают, что скоро все недочеты будут устранены. Вероника Лысакова, Антон Трофимов. Информационная служба Медиагруппы «Знак».